МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Муфти Дагестана шейха Ахмада Афанди пристроено звание почетного гражданина города Кизилюта и Кизилютовского района. Об этом через минуту. В изволении снежного плена прошло успешно. Кого спасали, расскажем в выпуске. Ямы, грязь, отсутствие асфальтового покрытия и детских площадок. Дом, построенный в середине прошлого века, остро нуждается в благоустройстве и своими силами тут не справится. Спорт, посол мира. Под таким девизом Махачкали прошел финальный этап открытого республиканского турнира по мини-футболу Кубок Мухтията-2024. Муфти Дагестана шейха Ахмада Афанди присвоено звание почетного гражданина города Кизилют и Кизилютовского района. Торжественное награждение прошло в рамках встречи духовного лидера с жителями данных муниципалитетов. Удостоверение и медаль почетного гражданина города Кизилюта. Я самовольно считал, что я искусил, а сейчас документально. А, это уже все. В состав делегации гостей вошли представители духовенства, органов власти, общественности и бизнес-сообщества. Они поблагодарили Муфтия за проведение выставки реликвий в городе Кизилют, а также за его работу в деле распространения духовно-нравственных ценностей. Я хочу от себя лично, от депутатского корпуса, поблагодарить вас, ваших имамов города Кизилюта, Кизилютовском районе, которые направляют нас на правильный путь. Баркала, долгих лет вам жизни. И разрешите мне преподнести вам от всего депутатского корпуса, от джамата, вот такой диплом. Сегодня вы проводите огромную работу, просветительную работу, не только Республики Дагестан. Мы знаем, что ваши представители Муфтията находятся по всем уголкам Российской Федерации. И они там проводят, значит, уже где не было и мечети строятся, в Дальнем Востоке и других-других центральных округах Российской Федерации. И мы всегда, как здесь отмечались, мои коллеги, мы всегда с вами. Шейх Ахматофанди выразил признательность гостям за оказанное уважение и рассказал о начале своей религиозной деятельности. Моя общественная жизнь тоже началась вот в Кизельюрте. Один год имамом работал, потом ректором стал. Вам я благодарен. Я Кизельюрт считаю своим родным местом, своей родиной. Конечно, я не думал, что в таком количестве я вас увижу. Но вот то, что вот это, когда реликвии были и до этого подготовка, конечно, мы часто видим Алия Ас-Саба, мы его благодарим, но это благодарность не ему. Это всему району и всему городу, всем жителям, потому что они действительно показали уважение к Исламу, уважение к пророку. Я думаю, что моя тоже там такая маленькая частица есть. Вот воспитание, я же там преподавал, учился. Людям не дал знать, но в душе очень было хорошо, чтобы действительно показали уважение. В ходе встречи к председателю Совета имамов города Кизельюрта и Кизельюртовского района Алиасхабу Касумову были вручены ключи от трехкомнатной квартиры. Подарок предоставили меценаты в знак благодарности за его труд. Дай Аллах вам здоровья, дай Аллах вам долгих лет жизни, чтобы вы служили народу в то время, в котором мы хотим работать, чтобы мы вместе работали. Пастух, сатар и овец оказались в снежном плену в горах Ботлихского района. Из-за сильного снегопада дороги стали непроходимыми, в результате чего они были заблокированы на три дня. После нескольких суток в голоде и холоде им удалось выбраться. На помощь пришли молодые люди из селения Гагатли и Риквани, которые организовали спасательную операцию. Благодаря совместным усилиям местных жителей, стадо благополучно спустилось с горы. Ослабленные овцы теперь в безопасности ни одно животное не пострадало. К счастью, обошлось без жертв и при пожаре в Махачкале. Накануне на улице Мирзабекова загорелся автомобиль, припаркованный рядом с АЗС. В результате огонь перекинулся на заправочную колонку. Возгорание охватило около 20 квадратных метров. Благодаря оперативной работе спасателей, пламя было ликвидировано. В связи с возгоранием, произошедшим в автомобиле, находящемся на АЗС «Нафта-24», прокуратурой Кировского района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнения законодательства о промышленной безопасности, о лицизировании, о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Отметим, что за прошедшую неделю в Дагестане произошло 27 пожаров. Сотрудниковым ЧС Республики удалось спасти 12 человек. Погибших нет. Двор на улице Монташево в Махачкале давно нуждается в ремонте. Более 70 лет здесь не проводилось благоустройство. Несмотря на усилия жильцов, привести территорию в порядок без помощи властей не удалось. Когда двор будет отремонтирован и что обещают власти, об этом в нашем репортаже. Здесь вообще ни пройти, ни ступить. Дом 101 на улице Монташево построен еще в середине прошлого века. Ни разу не видел ремонта. Несмотря на это, жильцы своими силами отремонтировали крышу, чтобы хоть как-то улучшить условия жизни. Однако привести в порядок двор, который находится в таком состоянии, не удалось. Ямы, грязь, отсутствие асфальтного покрытия – такие условия стали нормой для местных жителей. Мы исправные платильщики. То, что надо, мы платим. Мы своими силами убираем. Дом управления на нас внимания не обращает. Мы как будто бесхозные. Наш двор бесхозный. Еще одна проблема – отсутствие детских площадок. Мамы с детьми вынуждены искать зоны для развлечений на соседних улицах. Условия для инвалидов и пенсионеров вовсе отсутствуют. А дождь каждый раз только усугубляет ситуацию. Мы должны уже вызывать лодки. На лодках нам уже нужно здесь кататься. Здесь дороги отсутствуют. Ни площадки детской. Для моих детей условий здесь нет во дворе. Они не могут кататься на качелях. Здесь нет дороги для детей. Они могут упасть и разбить нос, коленки. Каждый день я выхожу с ребенком гулять. Во дворе я этого делать не могу. Ищем подходящие площадки, где благоустроено. Скамейки и столы, сделанные жильцами, давно устарели. Они неоднократно жаловались и на эту проблему. Однако ситуация никак не меняется. Еще в 2019 году к Салману Кадеевичу люди обращались с просьбой, чтобы включили фан благоустройство. Но никакой ответ они и так и не получили. Проблемы обнаружил и главный специалист УЖКХ города Махачкалы. Он прибыл на место и внимательно осмотрел территорию. Мы встретились с жильцами, обсудили ситуацию, посмотрели. Сами видим, как у нас ситуация дворовая территория. И предлагаем жителям для включения данной дворовой территории в программу формирования комфортной городской среды подать заявку, протокол. После чего нами и главой города будет рассмотрена возможность включения данной дворовой территории на 26-27 год. Жильцы надеются, что их дворы в скором времени благоустроят. И у них появятся комфортные и безопасные условия для жизни. Мухтар Курахмаев, Зухра Амарова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Фруктохранилище мощностью 5000 тонн открылось теле Джепеля Магарамкинского района. Проект реализует предприятие КФХ «САД». На производстве установлено 20 холодильных камер. Каждая из них вмещает в себя по 250 тонн фруктов. Также оборудована сортировочная линия, распределяющая плоды по цвету и размеру. Хранилище оснащено современным оборудованием. Является оборудованием с динамически контролируемой атмосферой. Вот эта технология позволяет не обрабатывать яблоко, понизить максимальное количество кислорода в камерах. Другими словами, с камер выкачивается весь кислород, закачивается туда определенный газ. И за счет ультранизкого кислорода предоставляется возможность более долгого и качественного хранения яблок без дополнительных химических и иных обработок. Мы очень хотим, чтобы наши яблоки джепельские, очень вкусные, чтобы попробовали за пределем и в Маграмкетском районе. В России, чтобы наши яблоки попробовали, они очень вкусные. Приезжайте к нам в гости. Яблоки сорта гала считаются одними из самых сладких. Именно они были заложены в хранилище еще в августе. А сейчас эту партию уже готовят к реализации. Отметим, что через полгода запланирована полная сдача объекта. Это позволит жителям наслаждаться свежей продукцией вне сезона. Место для молитвы открыло свои двери на городском пляже Махачкалы. В мечети есть омолительный комплекс мужская и женская молильные. Ее построили по инициативе спортивного сообщества «Морские волки». Они обратились в Муфтия Дагестана с просьбой о содействии в благом деле. Благодаря сотрудничеству духовенства с администрацией города идея осуществилась. На торжественном открытии мечети собрались представители органов власти, администрации города и религиозные деятели. Очень приятно, когда открываются такие учреждения, куда приходят люди порядочные, добрые, которые работают над собой для улучшения своего имана. Пусть и Вышний Аллах благословит и сделает барракад во всех начинаниях и делах тех людей, которые, начиная от инициативы, заканчивая последними делами, которые были связаны с этой мечетей, пусть и Вышний Аллах одарит своей милостью, барракадом и благодатью всех тех людей, которые были причастны к этому делу, к этой мечети. Более 350 детей из Махачкалы совершили утренний намаз в мечети имени шейха Мухаммада Арифа. После молитвы для мальчиков и девочек организовали торжественное мероприятие. Исполнение нашидов и воодушевляющие речи богословов создали праздничную атмосферу. Ребятам вручили подарки, а отличившимся из них еще и сертификат о совершении 40 утренних коллективных молитв. Помимо этого, среди всех присутствующих была разыграна путевка на Малый Хадж. Огромная благодарность Всевышнему Аллаху Аззаваджали за это ниома, за это благо. Это уже не один год у нас это проходит, уже третий год мы собираем детей, мы начинали 150 и мы будем увеличивать, иншаллах. Приятно, отрадно, что столько детей присутствует в мечети в такое раннее время, на утренном намазе. Приятно, что взрослое поколение родителей об этом беспокоится, приводят своих внуков, детей, племянников. Старания детишек были высоко оценены. Многие из них уже не первый год начинают день с посещения мечети. Отметим, что подобную акцию провели и в джума мечети села Султан-Ягиюрт Кизельюртовского района. Детей поблагодарили за старание, отметив мужество тех, кто встает на молитву в столь ранний час. Всем ребятам были вручены подарки. Спорт – посол мира. Под таким девизом в Махачкале прошел финальный этап открытого республиканского турнира по мини-футболу «Кубок Муфтията-2024». В общей сложности соревнования собрали 46 команд. Это около 500 участников. Организатором выступил Муфтия Дагестана при поддержке регионального Миннаца. Кого достался почетный трофей, узнавали наши корреспонденты. Голы на любой вкус и острая борьба на протяжении всего игрового дня. Это финальный этап «Кубка Муфтията». На поле лучшие из лучших. В составах команд – ведущие игроки любительских футбольных лиг Дагестана. Сегодня они представляют свой город или район. Сначала мы провели отборочные этапы во всех четырех округах. И оттуда четыре лучшие команды вышли в финальную часть. В итоге 16 команд сегодня играют в финале. И очень такие хорошие игры на уровне, можно сказать. География первого этапа турнира охватила почти все муниципалитеты региона. Здесь же команды поделили на четыре группы. По две самые успешные прошли дальше и играли на вылет. Этот турнир можно смело назвать чемпионатом Республики Дагестан. Почему? Потому что столько районов, столько городов представлены. По своему опыту знаю, что это очень нелегко. Поэтому честь и хвала им, как говорится. Поэтому мы, Федерация футбола, тоже всячески готовы поддержать. И даже, можно сказать, перенимать этот опыт. Потому что такое количество команд поделить тогда по району территориально, провести финальный этап Махачкаля – это дорогого стоит. К проведению турнира организаторы подошли основательно. В перерыве между играми всех участников и гостей ждал горячий обед и чай со сладостями. Рядом также дежурила бригада скорой помощи. Для футболистов Кубок Муфтиата стал хорошим поводом для общения и новых знакомств. На открытии перед командами выступили богословы, представители Миннация и другие гости. Принимая участие в подобных мероприятиях, каждый из вас вносит свой личный вклад в противодействие экстремизму. Нет конкретного способа, одного дела, которое бы нам помогало бороться с этим экстремизмом. Есть комплексы мероприятий, среди которых и занятия спортом, популяризация спорта. Это и исламское образование, это правильное воспитание и, конечно же, спорт. Хочу выразить благодарность Муфтиату Ресулики Дагестан за организацию такого мероприятия. Тут очень приятно было видеть Богослова, который рассказывал ребятам, что такое экстремизм, терроризм. Вот в тех местах, где на самом деле они собираются, это очень важно, очень необходимо. И вот сегодняшний турнир, это является таким поводом, что этих ребят молодых собрать, им рассказывать об этом. Без потерь свой путь в стадии плей-офф прошли команды Новолагского и Кумтаркалинского районов. В споре за золото игроки в серых футболках оказались сильнее – 5-1. Кубок Муфтиата они выиграли впервые. Третье место поделили Кизелюртовские и Казбековские районы. Награждение команд состоялось в торжественной обстановке. Победители, помимо почетного трофея, получили денежную премию в 100 тысяч рублей. Конверты достались и остальным призерам. Также организаторы отметили лучших игроков в индивидуальных номинациях. Курбан Рагимов, Халида Ахмаев, телеканал ННТ, Махачкала. И завершение выпуска о погоде на завтра. В столице Дагестана, Махачкале, ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до 8 тепла. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Возможно осадки в виде дождя. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.